Безопасность продуктов в Европе теперь будут контролировать специальные чиновники. Ввести такую должность Еврокомиссия обязала каждую страну ЕС. Это реакция на летний фипрониловый скандал. Что еще решили на расширенном совещании в Брюсселе, знает Елена Абрамович. На совещание высокого уровня Еврокомиссия пригласила не только тех, кого задел фипрониловый скандал, но и министров и представителей служб безопасности продукции из всех стран Евросоюза. Ответственный Еврокомиссар подчеркнул, откликнулось очень много чиновников. Это подтверждает, что вопрос безопасности пищевых продуктов – эпицентр дискуссий в ЕС. Мы собрались, чтобы найти более последовательный и скоординированный подход для избежания подобных инцидентов в будущем. События действительно развивались хаотично. Бельгия обнаружила токсичный фипронил в яйцах еще в июне, но не сообщила другим государствам, ссылаясь на тайну следствия. А уже через несколько недель фипрониловая лихорадка охватила птицефермы Нидерландов, откуда яйца экспортируют в десятых европейских стран. Яйца проверяли, потом снимали с продажи и уничтожали тысячами. Ассоциации били тревогу о вреде для здоровья, тогда как чиновники уверяли – ничего страшного. Представьте, ЕС производит 360 миллионов яиц в день. Мы изъяли 20-30 миллионов для экспертизы. И в яйцах только с трех ферм уровень содержания фипронила был высоким. Это означает, что потребитель должен съесть несколько яиц с одной и той же фермы в короткий период, чтобы это повлияло на его здоровье. Виновником истории оказалось нидерландское предприятие «Чикфренд», которое занимается уборкой птицеферм в нескольких странах и поставляет для них моющие средства. Производитель подмешивал в моющее средство фипронил, который предназначен для обработки шерсти животных от блох, но запрещен для птиц. Было ли это умышленно, ведется следствие. Между тем, Брюссель заявил, нужно ввести новую должность в каждой стране. Мы работаем над вопросом о введении должности офицера по безопасности пищевых продуктов в каждой стране ЕС, чтобы информация передавалась как можно быстрее и эффективнее. Кроме того, будем проводить регулярные тренинги по кризисному менеджменту. А вот наказывать Бельгию за несвоевременную реакцию или Нидерланды, где работал недобросовестный производитель, Еврокомиссия не намерена. Между тем, бельгийское правительство несколько недель назад уже пообещало компенсировать убытки птицефабрикам, которые пострадали от фипронилового скандала. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.